Третья глава из Евангелия от Матфея В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, Голос вопиющего в пустыне, — Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, А пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему И крестились от Него в Иордане, исповедуя свои грехи. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к Нему креститься, сказал им, «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, Но идущий за Мною сильнее Меня. Я не достоин понести обувь Его, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал Ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допустил Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот открылись Ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И все глаз небес глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.